всем рукодельный привет меня зовут даша вы на моем канале о вязании и в сегодняшнем видео мы с вами будем распаковывать вкусняшки а именно я хочу с вами распаковать и наконец-то посмотреть ну я уже видела вам показать наконец-таки мою покупку которая сделала в отпуске когда мы ездили такое небольшое путешествие в соседний город мы ездили в город новосибирск и там можно сказать сбылась моя мечта я посетила множество пряжных магазинов где можно было потрогать бобинки моточки руками я прям очень сильно хотела вот это вот все пощупать 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 посмотреть попробовать и я была просто я не знаю я до сих пор под впечатлением нахожусь я из каждого магазина выходила с огромной улыбкой и если вы хотите посмотреть краткий обзор магазинов где я была посмотреть там какой ассортимент я поснимала и прочее формате влога я вам прикреплю подсказку на влог он вышел до этого видео а сегодня мы с вами посмотрим как раз таки все мои покупки я решила как и сказала во влоге не включать мои покупки во влог потому что получается что видео будет достаточно длинным и мне хочется подробнее остановиться на каждом артикуле про свои ощущения рассказать и прочее хотя я из них еще не вязала но ощущение тактильные у меня уже просто восхитительные каждую бобинка и каждый моточек а прям место определенное в моем сердце заняли вы уже видели какой большой пакет я привезла я вам вставляла перед началом этого фрагмента такой небольшой фрагментика с пакетом я все все покупки сгрузила в один большой пакет из дом пряжи который у меня был очень удобный кстати пакет потому что в него в реально поместили все мои покупки и когда я взвесила этот пакет получилось что я привезла с собой в районе четырех килограммов новые пряжи я теперь понимаю что все до следующей зарплаты так как все у нас получается денег больше не будет ладно шучу после отпуска с деньгами всегда немножечко напряженка поэтому я накупилась вдоволь и мой хомяк он просто переполнен конечно есть еще небольшие покупки которые ко мне идут там буквально одна бобиночка и больше насколько я помню ничего не заказывала по крайней мере насколько я помню так что давайте с вами наконец-то посмотрим что же все таки я прикупила я буду делиться с вами своими радостными впечатлениями первый магазин в который мы заехали который мы посетили это был магазин айва я раньше у них никогда ничего не покупала ничего не заказывала я знала что этот магазин существует я была подписана на их социальные сети даже в телеграме на них подписаны смотрят отслеживала их ассортимент и когда я пришла в магазин это такой небольшой магазинчик в торговом центре я скажу кстати в каждом магазине спрашивала разрешение на съемку я поснимала бобинки и мой глаз упал на один очень интересный артикул но сразу вы понимаете про цвет а почему скажете такая маленькая бобинка я забирала остаток что же меня привлекло в этой ниточке а вы просто посмотрите как она выглядит это такой толстый толстый шнурок он прям толстый толстый но это все как знаете немножечко иллюзия обмана потому что это все создано за счет эластана то есть мы натягиваем ниточку и такая она есть на самом деле это у меня ниточка от лора пьяна называется она романс романс роменс романс здесь будет удобнее вам показывать 83 процентов вспушенный меринос 14 процентов по 3 процента эластана 410 метров на 100 грамм представляете вот так вот смотрите на эту толстушку и никогда не подумайте что этот хвостик это 410 метров на 100 грамм я когда увидела образец из этой пряжи я просто влюбилась там были очень красивые оттенки очень красивый розовый был бежевый такой шоколадный очень красивый неоново-рыжий ярко-ярко такой рыжий цвет там было всего две бобинки они были со скидки насколько я помню но продавец меня разубедила но не разубедила она мне дала совет что эта пряжа тяжело сработать за счет эластана и нужно изначально как бы немножечко попробовать ее повязать а потом уже брать целую бобинку я ее прислушалась и взяла вот этот вот маленький остаток тут где-то 130 120 грамм насколько я помню и мне этого должно хватить на классную шапочку как вы знаете все такие цвета я люблю этот цвет бы я назвала еловый лес то есть он такой меланжевый красивый оттенок и думаю шапочка из него получится классная будем отвязывать образцы посмотрим но вот как выглядит этот хвостик меня очень очень воодушевляет и образец в магазине когда трогала это вот нежнее котенка я наверное еще не ощущала хотя это вот просто спушный мельнос никакого кашемира хотя кашемиров я тоже на трогалась это вот прям отдельная тема для разговора и к этой бобинки я не могла же уйти с одной только бобиночкой мне почему-то хотелось вот прям порадовать себя максимально то есть позволить себе все самое наилучшее но не самое наилучшее потому что деньги тоже не безграничные а то что я хотела попробовать и то что по ощущениям не очень понравилось и я влюбилась в моточек в эту пряжу я влюбилась я увидела цвет сначала вы просто посмотрите цвет пушка просто пушка это все вот как я сейчас люблю он такой зеленовато с болотными такими волосинками можно так сказать не знаю как это на камере передается сильно заметно или нет цвет это у нас номер восемьдесят четыре двадцать семь это у нас лана гата кэмил хэйр по кэмил сразу понятно что это верблюд по составу это у нас 60 процентов мельносовая шерсть и 40 процентов верблюд я теперь поняла почему маша ермакова нахваливает верблюда и просто его обожает это такая неженятина я не знаю вам как описать то есть я вот прям его держу я из него наверное связала бы и свитер и кардиган и жилет и вот все что только угодно и даже какое-то зимнее платье потому что ультра мягкая пряжа ультра приятная я но и цена у нее прям очень кусачи скажу вам про вот один моточек можно себе позволить взять и вы не поверите для чего этот моточек я взяла я взяла его чтобы совместить вместе с этой пряжей но не с мат ну как бы не в две ниточки а из этой пряжи я свяжу шапочку а из этой пряжи я хочу связать варежки я думаю что 50 граммового моточка мне хватит на такие классненькие варежки кстати он не сказала по метражу 50 грамм 125 метров а рекомендуемые спицы у нас там вот вдалеке 4 4 с половиной чуть-чуть видно совсем 4 4 с половиной я думаю что мне на варежки должно хватить можете кстати написать в комментариях хватит мне или не хватит но вот если вместе их вот так вот держать они по оттенкам очень перекликается это просто более светленький выбеленный а если их вот так вот и как немножко издалека друг друг на друга смотреть на них то варежки будут перекликаться шапкой мне кажется будет смотреться как полноценный комплект почему бы и нет я бы хотела еще по магазине посмотреть у них подмот какой-то к этой ниточке типа махерчика чтобы варежки были прям пушистенькие тепленькие но ничего подобного я не нашла то есть чтобы оттенок повторялся но ниточка просто у меня вот прям я ее трогаю я вот прям хочу я хочу упаковку этих пряжи но я понимаю что упаковка этой пряжи это ультра ультра дорого и так вот такая была моя первая покупка в магазине айва дальше мы с моим мужем поехали в магазин нитшоп мы посетили два магазина нитшоп но в первый день мы посетили только магазин нитшоп на богдана хмельницкого и теперь я для себя узнала что на богдана хмельницкого у них в основном бобинная пряжа а на дзержинском у них моточная пряжа и поэтому пришлось посетить два магазина потому что в одном магазине я не могла купить все, что мне нужно. Поэтому я поняла теперь наконец, почему посылки так долго собираются. Потому что им нужно ассортимент с одного магазина и со второго магазина объединить в одну посылку и тогда уже ее отправлять. Так что для меня они теперь немножечко оправданы в этом плане. Я купила там и моточную пряжу, и бобинную пряжу, и даже небольшое аксессуар, если можно так сказать, для вязания. Начнем с того, что было самое нужное и ради чего можно сказать, мы ехали в Новосибирск. Ладно, шучу. Не для этого мы ехали, но я эту покупку планировала очень-очень. Это бобинка. Вы уже знаете, что это за пряжа. Это у нас пряжа, которую я использую для вязания своей видовой юбки. Но если вы не первый день на моем канале, а если вы первый день, то в предыдущих влогах я рассказывала и показывала про эту юбку. Летом я ее не продвигала, потому что у меня закончилась на нее пряжа. И я решила не дозаказывать, так как мы поедем в Новосибирск, и решила, что куплю уже по факту, тем более осень к нам только приходит, и юбка сейчас будет как-никак актуальна. Лучше ее довязывать сейчас, нежели я летом бы потратила на это время и еще и заплатила бы за доставку. Я купила 200 грамм. Я, к сожалению, здесь у меня конус не родной. Здесь вот ничего такого не написано. Я вам давайте буду подписывать, чтобы вы знали, что это за ниточка. Это такой шнурочек хлопковый, набитый мериносом, неравномерным. Видите, как шишечками такими. Здесь еще и присутствует немножко полиамиды. Пряжа приятная, классная. Вот для таких твидовых изделий с твидовым эффектом. Я знаю, что она на сайте есть такая в бежевом оттенке. Я не знаю, распродали ее или нет. И в черном. Вот мне нашли небольшие бобинки. Вот отмотали 200 грамм. Теперь мне уж точно должно хватить на юбку, потому что мне осталось довязать ее только со спины и сделать вот эти вот клеточки, которые я планирую. Но я в следующем, в следующих влогах вам буду уже показывать эту юбку как включенный процесс в работу. Первую бобинку, которую я себе выбрала. Потом мой взор упал на полку с летней пряжей. Я, когда снимала ассортимент, я подошла к полке с летней пряжей возле диванчика и увидела там вот эту красоту. Красоту. Если бы я увидела ее на сайте, я, скорее всего, в нее бы не влюбилась, потому что передать вот эту красоту просто невозможно. Ее нужно увидеть в магазине. Это хлопок. Насколько я помню, стопроцентный. Но я вам буду все подписывать, потому что я не помню. От Кофил. И он идет вот такой вот обмоткой. Обмотка у нас идет синенькая и черненькая ниточка. И еще ниточка люрекса. Очень-очень тоненькая. Вот она, видите, вот здесь вот проходит. Она вот прям деликатно-деликатно поблескивает. И ниточка мягкая, приятная, очень красивая. По метражу она в районе 400-410 метров на 100 грамм, насколько я помню. Я взяла 300 грамм себе этой пряжи. И мне кажется, это будет просто очень классная футболка. Я не знаю, в последнее время мне нравятся такие пряжи в обмотке. Они вот создают такой, как эффект меланжи, когда вот скручены две нити. Я вам во влоге в прошлом, насколько я помню, рассказывала, что я полюбила вот этот эффект двух цветов нити, когда смешаны в одну меланжевый. Поэтому мне эта ниточка очень приглянулась. Насколько я помню, там была вот такая голубо-синенькая и еще бежевая или красноватая, что-то подобное. Но я сначала прошла мимо этой ниточки, потом вернулась, потом на кассе увидела, что еще стоит такая бобина. Я посмотрела такая... И решила взять, потому что цена на нее была бюджетная, я бы сказала. 200 рублей за 100 грамм. Мне кажется, это хорошая цена для такой ниточки. Получится из нее классное летнее изделие. Дальше мой взор упал на полку с бобинной носочной пряжей. Ну как я, любитель носочной пряжи, любитель носочков, могла пройти мимо такого богачества, которое там было. И мне на глаза попалась ниточка, которую я очень хотела попробовать, но боялась ее заказывать, потому что... Не знаю. Немножко смущала меня цена. Хотя цена достаточно бюджетная для носочной пряжи по сравнению самоточной, которую я покупаю. Это пряжа, тоже вам буду подписывать. Это носочная пряжа с добавлением альпаки. Я сейчас нахожусь на стадии монтажа. Я нахожусь в шоке, потому что я вас обманула. На самом деле я обманула и себя тоже. Я сейчас, когда полезла посмотреть точное название этого артикула, чтобы добавить вам описание, подписать это все. Оказывается, конус у меня идет оригинальный. От этой пряжи. Я его дальше покажу, если еще не показала. И, оказывается, это пряжа без добавления альпаки. И я, по ощущениям, была на 100% уверена, что это та самая пряжа, которая идет с альпачкой в составе. И я прям даже немножечко в смятении. И по цене я вас, насколько я помню, обманула. Она стоит 390 за 100 грамм. Вместо альпаки там у нас идет милинос и вискоза. Зная это, я бы, скорее всего, ее бы тоже взяла, но с другими бы впечатлениями. И поискала бы еще насочную пряжу с альпакой. Поэтому для меня это прям открытие этого монтажа. Она стоит 375 рублей за 100 грамм. Насколько я помню, у меня в этой бобинке 200 грамм. Я попросила ее без размота отдать. Насколько я помню, они мне даже отдали ее на оригинальном конусе. Вот вам, если что, информация. Но в любом случае, я все подпишу. Тут переход у нас идет такой плавный. Плавный переход от пыльно-сиреневого в бирюзовый. Такой даже, знаете, зеленоватый бирюзовый и дальше опять пыльно-сиреневый цвет. Я думаю, что 200 грамм мне хватит на красивые одинаковые гольфы. Очень прям мягенькие, приятные, альпаковые, теплые. И я прям хочу насладиться этим вязанием. Я трогала в магазине образцы. Они очень мягкие, приятные, комфортные. И думаю, что для носочков эта пряжа отлично подойдет. Вот взяла 200 грамм. Взяла вот прям, взяла эту бобинку, увидела, что здесь переходы повторяются и поняла, что мне она подойдет вот прям на 100%. Потому что если брать, например, 100 грамм этой пряжи, у вас могут быть совсем разные носочки. Один будет такой пыльно-фиолетовый, а другой будет мятный. Но в этом есть тоже определенный свой шарм. Уже места не хватает для того, чтобы разместить все мои бобинки. Хотя я вам рассказываю только про второй магазин из пяти, чтобы вы понимали. А в каждом из них я сделала по покупке. Так, продолжая покупку в нитшопе, я купила еще одну носочную пряжу, которая на самом деле не носочная, но она в магазине позиционируется как носочная. Это вот такой вот твит. И этот твит, я уже имела опыт работы с ним. Если вы помните, очень-очень-очень давно, когда я покупала свой, сделала свой первый заказ бобинной пряжи в нитшопе, у меня даже видео, насколько я помню, так и называется. Давайте я вам подсказку прикреплю. Это была вот самая первая моя покупка бобинной пряжи. И я тогда просила, чтобы мне отмотали образцы, ну, по 10-5 грамм, чтобы я отвязала образцов и попробовала разную пряжу. И мне тогда приглянулся этот твит, потому что у него было очень много расцветок. И я попросила вот положить мне, сколько мне, 10 грамм тогда положили. И вы посмотрите, как классно он выглядит. Он колючеватый. То есть он грубоватый. И по составу это 80% шерсти и 20% вискозы. Я так понимаю, вискозы это вот эти вот очень объемные, выпуклые крапинки. Очень, кстати, красиво смотрятся на таком голубом, желтовато такие, рыжеватые крапинки. Там у них, насколько я помню по оттенкам, очень много еще разных оттенков осталось. И я в магазине увидела эту пряжу в носочках. Я посмотрела, как выглядят эти носочки. Они выглядят достаточно симпатично. Спросила, это ли это пряжа, мне подтвердили. И я решила, что все-таки нужно ее взять на пробу, хоть у нее состав достаточно неносочный. Я взяла вот такую вот тоже бобинку без размоток. Кстати, вот здесь вот указано, это оригинальный конус у нас. Эфи Эль СРЛ Артикул Твит 80% шерсть 20% вискоза 420 метров на 100 грамм. Это красивый розовый цвет с желтоватыми, рыжеватыми, зеленоватыми, синеватыми, красноватыми. Тут всякие разные крапинки присутствуют, но выглядит это просто замечательно. Вот посмотрите, как классно выглядит. Тут даже он немножечко слез у меня с бобинки. Но я уже покупала вот, как он был намотан на конус. Я не помню по граммовке, что у меня здесь было. И вот самый большой минус магазинов Новосибирска только в одном магазине, насколько я помню. В двух магазинах мне выдали чек, где написаны артикулы и стоимость их. Возможно, с бобинной пряжей это как-то сложно сделать, но очень неудобно, когда ты не помнишь. Я не могу вам показать, сколько стоило артикул и сколько грамм я его взяла, потому что в чеке это не написано. Мне нужно взвешивать каждую бобинку и смотреть на сайте цену. Это очень неудобно. И даже по составу я вас не могу сориентировать, только если подписывать. Тут от 80 до 100 грамм. Честно, не помню. Вот сколько было остаток, я дозабирала. Я помню, там еще был красивый фисташковый. В любом случае я оставлю вам все ссылки на магазины, которые я посещала, чтобы вы могли найти ту пряжу, которую я покупала. Как звучит странно. И там вы посмотрите по-любому. Этой пряжи еще огромное количество цветов, потому что в магазине я, ну как минимум, цвета 4-5 где-то видела. Так что я для носочков ее обязательно попробую. Причем твидовые носочки у нас достаточно мало встречаются. Я знаю, что есть у Рика, у Лана Гросса. И... И вроде все. И вроде все. Больше я не помню, у кого еще твидовая носочка встречается. Так что это вот прям такой эксклюзивчик. Попробовать, связать. Ну, посмотрим, будут протираться или не будут. Но, по крайней мере, вот образец у меня валялся очень долгое время в сумке с образцами. Он, видите, немножечко покрылся таким как предкаточным состоянием, но смотрится тем не менее неплохо. Это, кстати, одна нитка. Это вот классический такой твид. Очень тоненький и ровничного типа. Так, про твид тоже с вами поговорили. Может, как-то красиво бобинки вот так вот выкладывать, чтобы вам можно было разглядывать, как они выглядят. Но так они будут много места занимать. Давайте сюда моточек еще положим. Мне кажется, так намного симпатичнее стало. Так, и последний моточек, который я купила в этом нитшопе. Это был моточек носочной пряжи. Ну, вы понимаете, без носочной пряжи никуда. Я не могла никуда уйти и где-то ее не купить. Я купила вот такой вот моточек. Это у нас Лана Гросса Мейлен Вайт 100. Котон Бамбу Сицилия. Если вы помните, у меня была Котон Бамбу Лимон. Носочки из нее я ношу уже где-то больше года, что-то полтора. А это новые оттенки появились. То есть, у них приписка меняется на Сицилию. Была еще вот Сабия. Я принесла вам для сравнения. То есть, вот так вот выглядел моточек с Сабией, как и с жаккардовой. Здесь будет больше идти полосками. То есть, это вот просто разные коллекции оттенков. Я взяла вот этот. Он мне больше всего понравился. Этот цвет 3221. Он у меня был в корзине. Я специально, когда зашла в нитшоп, я открыла свою корзину, чтобы не набирать лишнего, а то, что вот я именно хотела. Но одного цвета там не было. И потом в другом магазине я его не встретила. Поэтому такой моточек у меня получился только один. Это очень крутая носочная пряжа. 40% хлопок, 25% шерсть, 20% вискоза, 8% полиамид, 7% полиэстер, 100 грамм, 420 метров. Это вот одна из таких моих любимых пряж. Она как будто как с эластанчиком идет. Она очень хорошо пружинит. И в носке она шикарна. Такая демисезонная носочная пряжа. Но я ее дома ношу на постоянной основе и зимой, и летом. Вот, ну, когда мне хочется не сильно теплых носочков, а что-то так полегче. Поэтому такие... Вот все-таки я решила для себя, что полушерстяная вместе с хлопком носочная пряжа мне нравится намного больше, нежели чисто хлопковая. Ну, по крайней мере, Legia Cotton Color Tutti Frutti и Round the World, они примерно одинаковые. Они мне нравятся больше, чем, например, от Lanagrosa, который Cotton Moir или что-то такое. или Solo Cotton они называются, насколько я помню, где стопроцентный хлопок практически. Вот из нее носки не могу все до сих пор довязать. И уже когда на кассе мне оформляли этот заказ, я поняла, что ходить в такие магазины мне нельзя. Вообще никому нельзя, наверное, ходить в такие магазины, потому что когда ты стоишь на кассе и ждешь, пока тебя посчитают, это тоже время. И ты что-то в этот момент делаешь. Ты что-то смотришь, что находится на кассе. Это прям вот максимальная про меня история. И я смотрела, там продавались средства для стирки изделий. И я разорилась, можно так сказать, на маленький флакончик Эколана. Это первая моя попытка, первая проба Эколана. Я увидела, что он есть с эвкалиптом. Он стоил 480 рублей за 100 миллилитров, насколько я помню. Там еще были большие бутылки. Большую я брать не стала. Вдруг мне не понравится. Мне сказали, что здесь хватит что-то в районе на 30 стирок. Или на 20 стирок мне сказали хватит. Я так понимаю, нужно добавлять всего один колпачок на стирку. Разбавлять его с водой. Но у вас больше опыта, чем у меня. Вы поэтому мне, думаю, лучше в комментариях объясните, как им пользоваться. Я когда его открыла, там был запах лаванды еще помню. Запах эвкалипта. Классический. Ну, точнее, без запаха и запахом чего-то еще. Не помню, правда, с чем. Цветочный вроде какой-то. Ой, вот я его сейчас нюхаю. Он так вкусно пахнет эвкалиптом. Я просто обожаю вот эту вот всю мятную эвкалиптовую историю. Поэтому для меня это была очень-очень важная покупка. Будем пробовать и буду узнавать. Как для меня... Ну, просто все нахваливают и мне захотелось тоже попробовать. На этом мы закончили с вами с покупками со второго магазина. И в этот день, в первый день нашего путешествия, мы больше нигде не были. Следующие мои покупки были уже через несколько дней. И мы первым делом отправились с утра прямо в магазин Дом Пряжи. Потому что в него я хотела больше всего попасть. Ну, все-таки такой громкий магазин. Такой очень, я бы сказала, неоднозначный. Кто-то его любит, кто-то его не любит. И я очень сильно хотела попасть туда и узнать вот свое ощущение, свое мнение. Я была прям в максимально хорошем настроении, когда туда ехала. И сейчас вам покажу покупки, которые я сделала в этом магазине. Возможно, вам покажется, что я в этом магазине ушла просто в какой-то запой вязальный. И купила там полмагазина. Но на самом деле магазин неоднозначный. Он мне больше, к сожалению, не понравился, чем понравился. Очень тяжело понимать, сколько какая пряжа стоит. Если это не моточная пряжа, а бобинная, всегда надо спрашивать у консультантов, чтобы они проверили цену, чтобы они посмотрели и прочее. С моточной пряжей нет таких проблем. На моточной пряжи везде есть ценники. Я немножко даже как-то подрастроилась. Но все равно совершила небольшие покупки, которые планировала сделать. И один незапланированный моточек, одну незапланированную пасмочку себе урвала. И давайте начнем с нее. В прогулке по этому магазину я увидела пряжу. Как я понимаю, они где-то заказывают у какой-то красильщицы, чтобы она выкрашивала им партию пасмочек. Это насочная пряжа в пасмах, которая идет у них под их брендом «Дом пряжи». Это у нас... А, хотя нет, я вас обманываю. Это, скорее всего, сток какой-то. Пасма Италия. Супервош. 75% меринос. 25% ПА. 400 метров. 550 цвет. 790 рублей за пасму. Это такая ровница. И если к ней присмотреться, она как будто бы поблескивает. И мне кажется, как будто здесь люрекс. Возможно, это полиамид так поблескивает. Но мне показалось, что это небольшое количество люрекса. И я прям захотела ее взять. Мне очень понравились цвета. То есть тут желтый, такой коричневатый, белый и сероватый. Я взяла такую более-менее красивую пасмочку, чтобы вам для видео показать. Сейчас я хочу с вами ее раскрыть, посмотреть, как тут будут ложиться секции. Я, конечно, понимаю, что это мелкосекционка. Но пряжа очень мягкая и приятная. И думаю, что носочки из нее получатся не менее классными. Так. Вот так выглядит у нас пасма. То есть тут совсем-совсем-совсем крохотные секции. Буквально по 3-4 сантиметра. Белые подлиннее. Иногда встречаются подлиннее коричневые. Маленькие совсем сероватые. Но тут нужно перематывать эту пасму в моточек. Я, скорее всего, пока этим заниматься не буду. Я ее скручу обратно в пасму. И буду потом уже перематывать, когда захочу отвязывать из нее что-то. Сейчас я, конечно, не скручу ее, как она была до этого. Вот, кстати, коричневый секмент очень большой. Решила ее взять попробовать. Вот даже сейчас она, мне кажется, при искусственном ощущении, как будто, вот видите, поблескивает немножко. Даже вам, мне кажется, краем глаза это заметно. Я воодушевилась вот на покупку такой пряжи. Вот по оттенку она мне больше всех понравилась. И цена меня как-то не сильно смутила. Она вот примерно такая же, как и на всю носочную пряжу итальянского сегмента. Далее я потопала, осмотрев все бобины, осмотрев все моточки, поняв, что я влюблена в Катю Ацтека Fine Luxe. Я уже пела ей оды во влоге. Сейчас вам еще раз спою. Меня остановило только то, что цвет, который я хотела, был только один моток. Я хотела взять 4 мотка и успокоиться на этом. Возможно, если бы я взяла 4 мотка, мы бы не поехали там, например, в какой-то еще магазин закупаться дальше. Потому что я очень хотела ее попробовать. Она такая красивая. Она просто очень красивая пряжа. И не оказалась этой пряжей. Я немножко расстроена и решила, что если этого оценка нет, значит не судьба и другой какой-то оттенок я брать не буду. Дождусь, когда появится тот, который мне нужен. И я пошла смотреть уже то, что мне нужно было. Я очень хотела вам, рассказывала, купить рафию в пасмах. Я купила большую пасму размера М в цвете хаки. Это, 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 это у нас здесь где-то были, кстати, где-то были наклейки на ней. Ага, наклейка прицепилась к пакету. Это пряжа Рафия в пасме, размер М цвет хаки, 730 рублей за вот такую пасму. На самом деле я не сильно поняла, как у них это идет, потому что пасмы имеют разный вес. То есть вот М это от 175 до 250 грамм. Я не взвешивала эту пасму, не знаю, сколько здесь по весу. И здесь не указан еще метраж, насколько она толстенькая. Но это вот такая вот плетеная Рафия. Я именно плетеную хотела попробовать. И в пасмах, насколько я знаю, вот в Новосибирске я только у них ее видела, поэтому решила взять. Мне, кстати, консультант сказала, что очень зря люди не любят хаки цвет. Вот он ей тоже нравится. И она говорит, очень редко его берут. И, типа, очень приятно, что я его тоже взяла. А я на самом деле и ехала, знала, что я буду покупать цвет хаки. Потому что для меня он тоже максимально универсальный цвет, если честно. Так что, не знаю, посмотрим. Мне сказали, что этого, скорее всего, хватит на шляпку или на сумку. Такую достаточно большую, как шоппер. Либо на небольшую сумку и небольшую шляпку. Не знаю. Я хочу связать панамку и сумочку небольшую. Где буду клапан покупать, донышко. Думаю, мне должно хватить. Но это уже пряжа, наверное, отправится у меня на следующий сезон. Потому что в этом сезоне уже, наверное, не имеет смысла вязать и начинать из рафии. И посмотрим. Но, по крайней мере, я ее купила и я этому очень рада. Кстати, вот здесь вот есть ниточка. Видно, как из двух ниточек скручена она. Я так понимаю, рафия это же из пальмового волокна сделана. Но я не знаю. Потому что здесь по составу ничего не написано по этому поводу. И последнюю покупку, которую я совершила, это я купила очень необычную вязальную покупку. Это не пряжа. Это подошвы для эспадрильев. Я знала, что они у них продаются. И я вот купила рафию. И у меня еще есть пряжа под кожу. И можно связать классные босоножки. Я почему-то загорелась этой темой. Обувь я никогда не вязала. И мне захотелось попробовать связать босоножки. Я купила на свой размер 38 такую подошву. Она достаточно мягенькая. Внутри она обделана джутом. И по краям здесь тоже джутом. Я видела готовые изделия у них в магазине там. По размеру мне они подошли. Я так примерилась сквозь обувь. Приложила к подошве. И вроде все неплохо. По цене, насколько я помню, они стоили в районе 750 рублей. Или 700 рублей они стоили. Ну, как полноценные босоножки, можно сказать. Но тут будет у меня прям полет фантазии. Какой-то хенд-мейт. Тоже редко, когда встретишь подобные. Я почему-то искала на Валбересе, не нашла. Тоже хотела что-то подобное прикупить. И вот знала, что у них есть. И целеустремленно ехала, зная, что я это буду покупать. Вот такая покупка у меня выдалась в магазине Дом пряжи. У меня получилась такая. Немножко носочков, немножко рафи. Но на самом деле я вот купила все по списку, кроме вот пасмы носочной. Но носочную пряжу я на самом деле хотела у них купить. Leng Socks. Насколько я помню он называется. Там еще 2x идет. И я посмотрела на ее цену. Она стоила в районе там что-то 1500 или 1700. И все мотки были такие потрепанные. И цвета, которого я хотела, не было. И я решила, что это того не стоит. Я лучше потом уже, когда прям симпатичный моточек какой-то найду, влюблюсь в него. Тогда его и возьму. Для своей носочной коллекции. Так, третий магазин мы с вами тоже рассмотрели и посетили. Далее я вам хочу рассказать про магазин Философия. Из магазина Философия я также не ушла без покупок. У меня вот такой вот есть большой крафтовый пакет. И к слову, я вам хотела сказать о том, что я вам сейчас показываю лишь ту пряжу. Удивительно, но я вам показываю не всю покупку мою. Потому что на самом деле у меня купилось примерно на пол килограмма больше. И я не показываю вам эту пряжу не потому, что я такая вредная Даша. А потому, что эта пряжа у меня идет в подарок одному человеку. И я просто не хотела бы, чтобы она заранее ее увидела. Поэтому я потихонечку собираю посылочку в подарочек. И покупала в Новосибирске также подарочки этому человеку. Итак, что же я купила в магазине Философия? На самом деле магазин Философия для меня был открытием. Я не знала о его существовании. Все началось с того, что я попросила девочек в телеграмме. Сделала такой пост, что я поеду в Новосибирск. И чтобы мне девочки, которые живут в Новосибирске, написали, какие магазины им нравятся. Куда бы они мне посоветовали съездить и прочее. И мне посоветовали много магазинов. Они в основном повторялись. И я заметила для себя один комментарий, что посоветовали неизведанный для меня магазин Философия. Как оказалось, это небольшой такой магазинчик. Прям маленький-маленький. Очень уютный. В нем работают две приятные девушки. По крайней мере, я так понимаю, одна девушка работает уже давно. А другая была вновь принятая. Потому что ей только объясняли, как работать, когда я пришла в магазин. И я у них... Не знаю, мне почему-то стало так уютно и интересно. Магазин у них достаточно дорогостоящий. В плане того, что у них представлены очень такие специфические артикулы, которые я не встречала ранее. Вот, например, пряжу Касагранде очень редко встретишь вообще где. То есть в любых даже интернет-магазинах очень редко ее можно найти. У них она есть. Я пощупала такое наслаждение. Я для себя отметила много интересных артикулов. Но ничего подобного не купила. Потому что, как вы понимаете, такая пряжа, она прям кусает за кошелек. И хоть я и ехала в Новосибирск с... Знаете, под девизом того, что я куплю все, что я хочу. Я покупала все, что мне приглянулось. Но в рамках того, что я могу себе позволить по финансам. Так, что же я вам тут разглагольствую? Давайте посмотрим дальше, что у нас... Не дальше точнее, а начнем смотреть, что у нас в магазине Философия. Я вам заранее скажу, что в магазине Философия я купила лишь носочную пряжу. И на самом деле у меня сейчас дальше пойдет больше рассуждения про носочную пряжу. Потому что, как вы понимаете, я ее люблю, ценю, коллекционирую последнее время. И мне на глаза попался вот такой вот красивый моточек. Вы просто посмотрите на эту несосветную красоту. Я когда увидела этот цвет, я в магазине прям... Аж затрясло меня. Я поняла, что мне этот цвет обязательно нужен. Она очень пушистая, очень классная. Попробуйте угадать, кстати, что это за артикул. Ну ладно, не буду вас сильно томить. Это пряжа от Рика Дизайн. Суперба альпака Люкс Эльсокс. 100 грамм 310 метров. 62% шерсть. 23% полиамида. И 15% альпаки. Это очень мягкая и приятная пряжа. И мне нравится, что он... Кстати, смотрите, какие длинные волосинки внутри нее есть. Я думаю, это альпачка такая миленькая и классная, мягенькая. Прям очень приятная пряжа. Я даже немножко жалко ее будет использовать на носки. Но почему-то я ее вижу в носочках либо в шапочке. Возможно, я попробую связать из нее какую-нибудь красивую такую тоненькую шапочку. Но я не знаю, хватит ли мне, например, связать такую шапку с двойным... Не с двойным отворотом, а двойную. То есть, знаете, как вяжут такую длинную сосиску. Шапку-сосиску от макушки до макушки. И потом выворачивают ее. Ну, либо сделать ее двухсторонней с разной пряжей. Потому что пряжа очень приятная и мягкая. Это, наверное, одна из самых дорогостоящих пряж, которые я сама себе покупала носочного типа. Ну, и вообще из тех, которые я покупала. Один моток стоил, насколько я помню, вот этот 1300. Там дальше у нас будет чек. Мы с вами его повнимательнее посмотрим. И я вам точно скажу цены. Цвет это у нас... Сейчас я вам скажу, что это у нас за цвет. Цвет это у нас десятый. Вот такой вот первый моточек посетил мои руки. Как только я зашла в магазин, он стоял на таком островочке в середине магазина. И я сразу-сразу к нему подбежала. Но изначально я ехала за одной определенной пряжей. Я узнала, что в этом магазине продается сточная насочная пряжа в моточках. То есть это какой-то итальянский сток, который пришел в моточках без этикеток. Там была чисто хлопковая, такая мериносовая и полухлопок полушерсть. Вот как мне нравится последнее время. Но в основном уже все интересные цвета разобрали, но я успела себе кое-что отхватить. Начнем с того, что я купила два вот таких вот пухленьких классных моточка. Это шести нитка. У нас тут 75% меринос, 25% полиамид. И они очень-очень мягенькие. Вот я один к шее прикладываю. Из него можно спокойно вязать плечевые изделия. Потому что мягкость вот прям... Я бы не сказала никогда, что это насочная пряжа. Я, наверное, никогда такую насочную пряжу мягкую не щупала. Тут у нас 50 грамм. И я вам не подскажу метраж, если он, конечно, в чеке случайно не написан. А, кстати, написан. Сейчас я вам скажу. 130 метров на 50 грамм. Ну, стандартная шести нитка. И, я так понимаю, она будет ложиться такими полосочками с жаккардовыми включениями. И мне кажется, должны получиться темненькие классные носочки. По моему опыту шести нитки мне хватает чуть ли не до гольфы. Но это были 150 граммовые мотки. Так что я думаю, что здесь мне один моточек на один носочек и уйдет. Взяла вот такой вот один цвет. Там были еще другие интересные цвета. Но я решила взять побольше разных артикулов, нежели много одинаковых, только разных цветов. Потому что интересно же попробовать всегда что-то новое и неизведанное. Я вам, кстати, могу показать чек. Вот, например, Рика. Вот я вам показываю. 1300, я правильно вам сказала. Вот это вот сток Италия. 75% мельнос, 25% ПА. 130 метров на 50 грамм. 230 рублей стоило. И сейчас я вам покажу Cotton Stretch. 45% мельнос, 35% хлопок, 13% ПА и 2 эластан. 210 метров на 50 грамм. И она стоила вообще смешных денег 178,5 рублей. Я купила, как вы видите, 5 моточков, но я вам покажу всего лишь 3. По цветам больше всего в ассортименте осталось именно Cotton Stretch. И я смотрела ее, но, как оказалось, найти 2 моточка, чтобы хватило тебе на пару, было очень-очень сложно. И вот эти вот моточки, они оказались в большом наличии. То есть там было, что ли, 5 или 6 мотков. Я вот взяла несколько себе, несколько в подарок и еще один другого цвета взяла. Ну, вот, кстати, небольшой спойлер. Я эти мотки взяла еще 2 моточка в подарок. Мне очень понравился цвет, как это выглядит. Сразу видно, что она с хлопком. Она очень, кстати, похожа на колзина. Хоть колзина и не имеет в составе эластана. Ниточка очень хорошо тянется, хоть здесь и 2% всего лишь. И мне кажется, носочки будут прям, вот если резиночкой их связать, будет очень хорошо плотненько по ноге сидеть. Я, кстати, очень люблю, когда носочки максимально плотно по ноге. Иногда мне пишут и говорят о том, что я вяжу очень маленькие носочки по размеру, что специально вот, ну, то ли ленюсь, то ли еще что-то. И они как будто бы маленькие. На самом деле я специально вяжу носки, чтобы они даже при растяжении... То есть я закладываю еще момент, чтобы пряжа растянется. И я все равно буду эти носки как в обтяжечку носить. То есть первое время, возможно, они мне сильно как-то туговато. А потом после стиров, после носки они вот становятся максимально комфортными. Вот такой вот классный цвет. Я так представляю себе, что он будет ложиться полосками. Но я не могу быть в этом уверена на 100%, потому что образца не было. Вот так вот я смотрела по длине секции. Тут одна секция длиной примерно больше 30 сантиметров. Я думаю, это будет достаточно для того, чтобы отвязать один рядочек. То есть у нас будет, допустим, один рядочек фиолетовый, один рядочек рыжий, один рядочек розовый, один рядочек белый. Такой, как полосатик, такой своеобразный хеликс должен получиться. Вот два 50-граммовых моточка в таком цвете. И когда я общалась с девушкой, которая там работает, она мне предложила еще взять вот такой вот моточек. Тут очень-очень нежный перелив. Его практически незаметно. Я думаю, если присмотреться, то можно это увидеть. Что он тут чуть-чуть полутона меняется. Это не однотонный оттенок. Вот тоже так же должен ложиться полосочками, как я представляю. И девушка мне предложила взять вот этот последний моточек, скомбинировать его вместе с этим. Потому что, посмотрите, здесь фиолетовый, вот видите, розовый вот этот. Он идеально совпадает с этим. То есть, в хеликсе они просто идеальные компаньоны. Мы поговорили об этом. Этот моточек остался в руке у консультанта. И я просто взяла 4 мотка таких и положила на кассу. Но не сказала, что этот моточек мне не нужен. И я заметила только дома, что этот моточек мне посчитали и положили. На самом деле, я не сильно хотела его брать, но ничего страшного. То есть, он не сказать, что какой-то слишком дорогой. И что я не найду ему применение. Потому что от этой пряжи по-любому у нас будет остаток после отвязывания носочков. И я его потом скомбинирую в хеликсе. И у меня получится вот 2 классные пары из 3 моточков. Я думаю, ничего страшного, что этот моточек ко мне попал. Видимо, такая у него была судьба. Так как он оставался последним в магазине. Ой, у меня уже места не хватает, чтобы раскладывать всю пряжу, которую я прикупила. А у нас остался еще с вами последний магазин. В пятницу, когда я с утра проснулась, у нас было много свободного времени еще до отъезда. То есть, мы не хотели прямо рано-рано утром выезжать. И я предложила, что можно было бы съездить еще в один магазин. Мой муж, конечно же, согласился, потому что выбора-то у него особо и не было. И я сказала, что я хотела бы посетить все-таки магазин Нитшоп, который мы не успели посетить в понедельник. Второй, который находится на Дзержинского. Мы собрались и прямо к открытию, буквально 8 минут с открытия прошло, Даша уже стояла в магазине. Я была самая счастливая, самая радостная, потому что с самого утра я попала в магазин пряжи. Это вот, представляете, утро начинается не с чашечки кофе, а с магазина пряжи, с новых моточков. И я там напала на моточную пряжу. Я вам уже рассказывала о том, что я специально перед тем, как ехать в Нитшоп, собрала корзину того, что я хотела бы купить. Конечно, не обошлось без тех покупок, которые я не планировала. Потому что, когда вы приходите в магазин и начинаете осматривать полочки, вы начинаете видеть артикулы совсем с другой стороны. Вот, нежели там, допустим... Вот, как я вам рассказывала, например, про вот эту пряжу. Я бы ее не стала брать, если бы увидела в интернете. Но в магазине она смотрелась просто шикарно, и я не смогла себе отказать в удовольствии купить ее. Так вот, я смотрела на огромные полки носочной пряжи. Я смотрела на полки малабрига. Не хватайтесь за сердце, малабрига я не купила. Я еще не настолько состоятельная вязальщица, чтобы покупать себе малабрига. Я, на самом деле, еще не сильно понимаю, для чего бы мне нужна была малабрига. Можно купить там ручного окрашивания, например, купить меринос и заказать, чтобы Маша мне его покрасила, например. И заплатить там ей за работу. Или заказать у нее какую-нибудь покраску. И выйдет намного дешевле, чем малабрига. И, возможно, даже получится еще круче. Но не об этом сути. Я потрогала там моточки, но в этом магазине я не снимала вообще. То есть я прям насладилась именно нахождением в нем. Я не отвлекалась на телефон. Я смотрела моточки, ходила, трогала все. И полки с носочной пряжей меня захватили. Я как встала возле них, так возле них и осталась. И первый моточек, который я точно знала, что я куплю. Потому что он у меня лежал в корзине на сайте. Я в телефоне открыла, смотрю в корзине, чтобы ничего не забыть. Это была пряжа от Лана Гросса. Мейлин Вейд. Мейлин Вейд. Мейлин Вейд. Пазл. Которая у нас идет с Алоэ Вера. На самом деле я изначально не хотела брать именно этот цвет. Я планировала брать что-то поспокойнее. Но в магазине на полке он смотрелся так привлекательно, что я не смогла себе отказать. Мне кажется, за это видео я очень часто говорю не смогла себе отказать. Потому что я вот прям хотела себя порадовать. То есть это мой первый отпуск. Мои первые отпускные деньги. Моя первая поездка в магазины пряжи. Куда-то вот в хорошие магазины пряжи. Поэтому я решила себя радовать вот максимально. И я взяла себе вот такой вот очень красивый яркий цвет. Для сравнения у меня есть еще одна пряжа с маслом Алоэ Вера. Или с пропиткой вот этой Алоэ Вера. И для сравнения я принесла этот моточек. Это у меня Austerman Step. Который очень любит Маша Ермакова. И я вот так вот их на ощупь щупаю. Вот эта пряжа Austerman, она более шерстистая. Пазл. Он более гладенький, более мягенький. И какой-то знаете... Ну, с моей стороны он приятнее, чем Austerman Step. Посмотрим, как будет в вязании и в носочках в носке. Так, этот цвет у нас номер 6121. 100 грамм 420 метров, 75% шерсть, 25% полиамид. Стандартный у нас составчик. Она будет ложиться вот такими вот интересными полосочками. Тоже такие жаккардовые. Я не могу вот отказать себе в покупке. Именно мультикалоровый носочный пряжа. Мне кажется, она больше всего нас и привлекает. Так, куда бы этот моточек пристроить? Давайте вот сюда. Далее пряжа из моих хотелок. Следующая, которая отправилась в мою корзинку. Это были два таких вот шикарных моточка пряжи Кальзетерия. У меня есть уже носочная пряжа от Tropical Line. К сожалению, я забыла. Она называется вроде Baby Jacquard или что-то подобное. Или Merina Jacquard. Я помню точно, что у меня есть Tropical Line. И я очень сильно хотела вот этот цвет. Мне в магазине сказали, что он самый продаваемый у этой пряжи. Но мне кажется, он самый благородный и самый красивый. По составу это у нас стандартная носочная пряжа. 75% шерсти, 25% полиамида. 50 грамм, 210 метров. И цвет это у нас номер 703. Насколько я помню, на сайте он у них еще остался в наличии. Если вам он очень понравится, он очень красиво смотрится. Я, к сожалению, не видела, какие носочки из него получаются. Но я уже представляю, какие-то благородные и красивые полосы будут. Без моих любимых, в кавычках, черных таких жаккардовых полосок. Ну, кстати, вот такие черные жаккардовые точечки я воспринимаю. А когда жаккард черный, вот как в некоторых оттенках старых Alize Superwash, они мне не очень нравятся. Но, скрипя сердцем, повязываю, если такое встречается. Или иногда даже вырезаю такие моменты. Вот такие два моточка на два шикарных носочка. Так, 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 так. Места, места уже не хватает. Как и в моей квартире для новой пряжи. Так, дальше нас приветствуют. Я вам сразу скажу, дальше у нас только носочная пряжа. Больше ничего нет. Потому что остальное я купила в подарок и показать вам не могу. В подарки, ну, тоже, как вы понимаете, носочная пряжа будет. Но не только. Следующий моточек, который я увидела и захотела, это пряжа, снятая с производства. Я так понимаю, это прям остатки и остатки. И я долго присматривалась к этой пряже у них на сайте. Все время откладывала, потом выкладывала из корзины. Думала, думала, надо, не надо. Но сейчас моя сорочья душа, если можно так сказать, душа сороки на все блестящее повелась. И я купила себе Lanagrossa Glammy. Это пряжа с люрексом. Причем это, знаете, такие мягкие оттенки. То есть очень приятно глазу смотреть на эту пряжу. И в добавление здесь идет у нас серебристо-черный люрекс. Очень необычно. Потому что обычно либо там белый такой серебристый, либо медный, либо какой-то слишком золотой. А вот такой черный я встречаю в первый раз. Мне очень понравилось, как смотрится этот оттенок. Там есть еще несколько разных. Он намоточкой такой интересный идет. Как кейк, если вот так сверху на него смотреть. Очень мягкая и приятная пряжа. Как и стандартная носочка, она имеет в себе состав. Только здесь шерсть у нас немножечко поменьше. 72%, 26% полиамида и 2% полиэстера. Я так понимаю, 2% это как раз у нас идет люрекс. И она будет идти у нас вот такими полосочками. И еще и красиво переливаться. Мне кажется, она имеет прям деликатный такой блеск. Нежели пряжа, которую я вам покажу следующий. Ну, в свое оправдание хочу сказать, что следующие два моточка, они будут последними. Так, цвет это у нас 2701, если я вам еще не сказала. Ух, как я влюблена в каждый моточек. И последние моточки, которые я прикупила в этом магазине и в Новосибирске. И с радостной душой села в машину и отправилась домой. Это были последние моточки Лана Гросса. Пряжа, которая тоже, как я понимаю, снята с производства, потому что новые поставки уже давно не привозятся. Это пряжа Лана Гросса Элеганза. Надеюсь, я правильно читаю. У меня два таких супер ярких цвета. Вы просто посмотрите на эту красоту. У меня дух захватывает, я просто не могу на это спокойно смотреть. Это очень яркие, очень красивые моточки. Я в шоке от себя, от своего выбора. Но мне кажется, это будут просто мои любимые носки, когда я свяжу. И здесь люрекс имеет интересный формат, то есть он не вплетен в ниточку. Тут идет, во-первых, ниточка ровничная, мультиколоровая, с таким плавным переходом, как амбрешным. И здесь у нас люрекс, он торчит. То есть он кусочками вплетен в эту ниточку, а не одной длинной нитью, как в другие пряжи с люрексом, которые у меня есть. То есть это необычно. Я даже знаю, есть какое-то специальное название для вот этого люрекса. Но я вам сейчас не подскажу, потому что просто не помню этого. Вот так он будет смотреться в носочки. Видите, плавный такой переход идет, практически еле уловимый. Тут у нас 68% шерсти, 25% полиамида, 5% акрила и 2% полиэстро. А по метражу это 50 грамм 200 метров и цвет это у нас 6703. Два таких шикарных моточка. Я не могу просто без замирания в сердце смотреть на них, я не знаю, спокойно вообще посмотреть ни на один из моточков, которые я купила, я просто не могу. Я себя чувствую на самом деле самым счастливым человеком на планете, когда смотрю на вот это вот все богатство, которое я купила. И в итоге я вам рассказала про всю пряжу, которую я купила. То есть все, что я купила, вы сейчас видите на столе. Ох, ну кроме подарочной, как вы понимаете. Я очень рада, что поделилась с вами своей покупочкой. Думаю, что вы порадовались за меня тоже. Может немножечко позавидовали, но ничего страшного, я тоже иногда завидую, когда смотрю видео распаковки других блогеров. Ох, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях, какая пряжа вам понравилась больше всего. И если вы вязали из какой-то из этой пряжи, напишите, пожалуйста, свой отзыв, мне будет очень интересно это послушать и прочитать. А с вами была я, Даша. Я отправляюсь рассортировать, заниматься самым любимым моим делом, рассортировать мои вязальные покупки по своим полочкам. И мы увидимся с вами уже в следующих роликах, в новых видео, которые будут совсем-совсем скоро. Всем пока-пока!